Какой признак кричит о том, что человек ужасно управляется с деньгами? Озвучено при поддержке Авиасейлс. Если у человека много красивых татуировок, но он жалуется, что ему не хватает денег на предметы первой необходимости. Я знала одну такую девушку, она раз в две недели ходила в салон красоты, чтобы покрасить волосы в дурацкие вульгарные цвета. Делала маникюр раз в две недели, дорогие акриловые краски и узоры, а также новые татуировки. И все это работая за минимальную зарплату. А потом она выкраивала бабки у своего парня, потому что у нее никогда не оставалось денег. Знакомая плакалась мне, что не может заплатить за квартиру и сама не доедает, чтобы ее кошки могли поесть. А на следующие же выходные потратила косарь баксов на косплейный шмот, потому что это инвестиция, вещи высокого качества, они прослужат мне много лет. А еще она покупала маленькие упаковки дизайнерского кофе по 20 долларов. В свое время у меня была одна знакомая официантка, которая жаловалась на то, что никогда не может себе ничего позволить. А потом она купила себе совершенно новую машину. Боже мой, я не могу купить себе учебники для колледжа. А на следующей неделе отправляется в круиз по Мексике. Запись к врачу стоит целых 30 долларов. Капец, как же я ненавижу Америку. А потом она покупает тени для век за 80 долларов. Напоминает мне друга, который в будни постоянно жаловался, что у него нет денег на еду, но при этом хвастался тем, сколько он тратит на выходных на бухло и вечеринки. Такая же фигня была с одним из моих друзей в колледже. Чувак, не мог бы ты в этом месяце заплатить за интернет? У меня не осталось денег. В третий раз за месяц покупает 4 грамма шишек. У моей бывшей соседки по комнате была ужасная финансовая грамотность. Она не могла позволить себе платить кредит за машину. Поэтому пошла и купила совершенно новую машину, чтобы ездить еще месяц и не платить за нее. Я не шучу. Понятия не имею, как ей одобрили кредит. Когда чел в определении, может ли он себе что-то позволить или нет, опирается на текущий баланс на карте, а не на общий бюджет. Проверяет свой банковский счет в день, когда пришла зарплата. О, у меня до хера денег. Тратит все. Боже мой, я не могу заплатить за квартиру. У меня был такой друг, когда я получил небольшую прибавку к зарплате. Первое, что он мне сказал было, ты должен купить новую машину. В то время у меня был относительно новый Ниссан Центра, за который я уже отдал все выплаты. И я не мог понять, почему отдавать деньги за новую машину, это, по его мнению, хороший вариант. Когда челы набирают свой огромный бассейн, а потом не могут оплатить счета за воду. В результате ЧВМ отключают воду на несколько месяцев, и им приходится использовать воду из бассейна для своих нужд. Типа, чтобы смывать туалет, готовить пищу, просто пить и так далее. А потом департамент здравоохранения узнает об этом и забирает их детей. Тогда они обходят весь район, стучая в двери и прося у соседей денег на оплату счетов за воду, чтобы вернуть своих детей. В нашем штате государство забирает ваших детей, если у вас дома нет воды в течение определенного количества дней, потому что в таком случае дом считается непригодным для жизни. А еще, когда они берут в аренду из Рента Центр гигантский домашний кинотеатр. В тот же день к ним приезжает компания Комкаст и подключает кабельное. Но потом они не могут оплатить счета за электричество, и через три дня стучат в двери соседей, прося денег на оплату счетов за электричество, потому что у них его отключили. А затем прокрадываются ночью на крыльцо к тем же соседям и втыкают удлинители в их розетки. Такими были мои старые соседи. У меня есть друг, который еще недавно работал на низкооплачиваемой подчасовой работе. Типа был автомехаником или вроде того. У него есть приводы в колонию для несовершеннолетних. Он никогда не брал ответственность за многие вещи в своей жизни. Недавно ему по наследству досталось около 30 тысяч долларов. Чувак решил купить новый пикап, новый комп, а затем собрал свои шмотки, взял девушку и переехал из центрального Техаса в Колорадо в надежде открыть свою аптеку по продаже травы. Через три недели он разорился и переехал обратно в центральный Техас. Но в первую неделю ему пришлось занимать деньги, чтобы хотя бы поесть. Типа у него вообще не было никаких мыслей о том, как он собирается открыть свой бизнес. Он просто знал, что хочет легально продавать траву в штате, перенасыщенным другими продавцами. Зато он классно играет в видеоигры. Подруга и ее жених копили деньги на совместное жилье. Подруга работала, не покладая рук, была очень бережлива и много откладывала. Тем временем ее жених, ни о чем ей не сказав, купил участок земли и трейлер, чтобы поставить его на этом участке. Она узнала об этом, когда увидела, что с их совместного банковского счета снята огромная сумма денег. Когда чел задается вопросом, что же еще ему купить, ведь у него осталось немного от зарплаты. Отложи их! Трати деньги на развлечения, это, конечно, круто, но если ты даже не знаешь, на что потратить деньги, а они тебе тупо жмут карман, то просто, черт возьми, отложи их. Вот именно, в прошлом месяце я заработал полторы тысячи долларов на подработках. Купил себе бутылку висхаря и видеоигру, а потом подумал, ни на что мне тратить оставшееся. От одной этой мысли я почувствовал себя идиотом и перевел остаток средств в сбережение. Если ты планируешь купить диван за шесть тысяч фунтов, заплати сразу только две тысячи фунтов, а остальные четыре тысячи фунтов отдай по кредиту. Так ты сможешь купить больше вещей, я так и сделал. Не дарите мне ничего на Рождество, потому что я не смогу вам ничего подарить. Я сейчас совсем на мели и не могу потратить даже десяти фунтов. Это был один и тот же человек, и да, я не тратил шесть тысяч фунтов на диван, как он. Что за диван стоит шесть тысяч фунтов? Понятия не имею, метра два в ширину весь кожаный, лично мой диван стоил сто семьдесят фунтов. Взнос за стартовый набор и вступление в компанию сетевого маркетинга всего две тысячи долларов? Отлично! Я же отобью их за первые две недели. У меня жена учительница в школе, как-то раз к ней пришла. Мать пятерых детей жаловалась на то, как ей трудно прокормить семью. Да еще и приходится оплачивать шесть кредитов на мобильные телефоны. Есть знакомая, которая, работая в баре, получает 300 плюс долларов за ночь. Каждые пару месяцев она ездит в отпуск, по системе все включено. Почти каждый вечер уходит в запой. Полтора года назад она закончила школу медсестер и до сих пор не сдала экзамен на получение лицензии. Жалуется, что ей придется всю жизнь выплачивать студенческие кредиты. Девочка, с теми деньгами, которые ты зарабатываешь, ты могла бы выплатить эти кредиты за год. Не говоря уже о том, что ты живешь дома и все основные расходы оплачиваются родителями. Это реально странно. Такое ощущение, что некоторые люди сами хотят застрять на дне. Моя сестра. Когда в 2007 году у нас умер отец, ей по наследству досталось около 75 тысяч и два автомобиля. Кредиты, за которые еще нужно было выплатить. Суммы выплат по двум автомобилям, машины 2004 и 2005 годов, составляли 3,6 тысяч. Вместо того, чтобы поступить, как все нормальные люди, она вернула тачки дилеру, а после купила два автомобиля общей стоимостью примерно 60 тысяч. Новый 40-дюймовый телевизор, на тот момент он считался большим, и новый ковер примерно за 3 тысячи. Мне она дала 5 тысяч, которых мне хватило на 11 месяцев, а свои деньги она потратила примерно за 5 недель. Сейчас она практически инвалид, ей пришлось трижды переезжать из-за того, что ее муж отказывался работать и угрожал мне, когда я упрекнула его за это. У нее двое детей-аутистов, она получает государственную помощь на детей и всегда на мели. Я знаю 5 человек, которые идеально подходят под это описание. Купил абсолютный новый Subaru WRX. Каждый год берет себе новый айфон или другой флагман. Каждую неделю тратит сотни долларов на аксессуары для вейпа и жишку. Работает за минимальную зарплату в Калифорнии 11 долларов в час. Живет дома с родителями, а значит может сэкономить деньги в долгосрочной перспективе. Но не делает этого, поддавая соблазну тратить деньги на свои привычки. Благодаря общим знакомым я научился никогда не занимать им денег. Они не только никогда их вам не вернут, но и будут злиться и угрожать вам, если вы попытаетесь надавить на них. Когда чел каждый день питается вне дома и всегда берет снеки на заправке. Кроме того, у него есть как минимум 5 различных подписок на стриминговые платформы. И каждый месяц он покупает новую видеоигру. Типа только что вышедшую игру за 60 долларов. Да-да, я про тебя, Джерри. Этот бедолага зарабатывает столько же, сколько и я. И ему не нужно выплачивать студенческий кредит. Но при этом он всегда на мели. Изменено. Некоторые пишут, что они делают то же самое и у них все в порядке с финансами. Что ж, это круто, если вы можете жить таким образом и при этом у вас остаются деньги. Но в случае моего приятеля это не так. У него нет ни денег, ни сбережений. Вот почему я сказал, что он всегда на мели. Может быть для кого-то это и нормально оплачивать счета и аренду. И чтобы ничего не оставалось. Но я все равно считаю, что тратить все, что у тебя есть только потому, что ты можешь, это признак плохой финансовой грамотности. А что если у человека возникнет какая-нибудь чрезвычайная ситуация? У моего приятеля нет никакой финансовой подушки, из которой он мог бы взять деньги. Демонстративная показуха мнимого богатства, она же рисовка. Люди, не имеющие больших денег, но которые хотят, чтобы другие считали, что у них они есть, часто ездят на самых дешевых машинах, предлагаемых люксовыми автобрендами. И или обвешивают себя брендовой одеждой и аксессуарами, которые кричат о своем имени с помощью гигантских и или повторяющихся логотипов на вещи. Приведу хороший пример. Возьмем сумки от Луи Виттон и Коуч и сравним с сумками Хермис и Биркин. Сумка ЛВ или Коуч кажется большинству людей дорогой, и на ней повсюду красуется логотип бренда. Сумка Хермис нереально дорогая, что вполне оправданно, и ее тяжело купить. А на Биркин вообще нет никаких логотипов. Если вы достаточно богаты, вы и так поймете, что это за сумка. Вам не нужно будет видеть кричащие признаки бренда. Богатому человеку не нужно говорить, что он богат. Хорошему человеку не нужно говорить, что он хороший. Они просто такие сами по себе. Деньги говорят, богатство шепчет, а власть молчит. Как только у вас появятся деньги, вам будет абсолютно наплевать, что думают о вас другие. Отец моего бывшего мужа невероятно плохо обращался с деньгами. Он постоянно покупал и менял новые машины снова и снова. И я имею в виду автомобили стоимостью 60 тысяч. Новые пикапы, джипы, корветы другие. За год через него с легкостью проходило минимум 4 новые машины. Ну погодите, ща будет еще круче. Он досрочно снял деньги со своего пенсионного счета. Расплатился по штрафам и всему остальному, чтобы купить корвет. Вдобавок ко всему я узнала, что он брал несколько кредитов под залог дома. Он купил свой дом в 2003 году за 80 тысяч, а сейчас должен уже 165 тысяч. И все это при том, что он постоянно рассказывает о том, что если ты много работаешь, то и у тебя могут быть такие дорогие вещи. Скажем так, я счастлива, что больше не живу в этой семье и не общаюсь со своим бывшим мужем. Яблоко от яблони недалеко падает. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напишите, какой признак кричит о том, что человек ужасно управляется с деньгами. И не забудьте посмотреть наши другие видосы. Обнял. Пока.